всем привет добро пожаловать на канал сегодня я буду шить вот такую маленькую сумку для мобильного телефона недавно я просматривала сумки в интернет магазине и увидела вот такие маленькие сумки для мобильных телефонов а также для различных мелочей и хотела сначала купить такую сумку но потом подумала почему бы не попробовать и не шить такую сумку самой и сегодня хочу вот показать вам как я это делала и так для пошива сумки я буду использовать на подклад хлопковую ткань у меня поплин у меня остался кусочек поплина из которого я шила дочке платье и я его использую на подклад также для пошива сумки я заказала вот такую искусственную кожу также иглы иглы специально для искусственной кожи также для кожи и для замши для для уплотнения сумки я буду использовать флизелин у меня был кусочек флизелина и я буду уплотнять им сумку также я заказала люверсы магнит и цепочку размер цепочки у меня 2 метра сумку я буду шить без выкройки поэтому вырезаю из кожи заменителя три прямоугольника две основные детали это будет сумка и одна это клапан также вырезаю две детали прямоугольника из поплина и две детали из флизелина теперь я вырезаю три прямоугольника два прямоугольника размером 21 на 14 сантиметров и один это будет клапан размером 20 на 14 так как сумку я шью первый раз поэтому если я буду делать какие-то изменения что-то менять то буду рассказывать также в процессе шитья итак я вырезала уже три прямоугольника из кожи заменителя также два прямоугольника из поплина и два прямоугольника из флизелина прямоугольники из флизелина я сделала чуть поменьше чем основные детали сумки для того чтобы немного уплотнить стенки сумки я склеиваю детали флизелина с искусственной кожи прикладываю флизелин к изнаночной стороне искусственной кожи и проглаживаю утюгом и сначала я сошью клапан беру деталь клапана из искусственной кожи также ткань складываю лицом к лицу и прошиваю на швейной машине по краю также оставляю небольшое отверстие чтобы потом вывернуть клапан на лицевую сторону теперь срезаю уголки также немного обрезаю по краю припуск теперь мне необходимо поставить магнит я поставила отметку где будет находиться магнит укрепляю это место кусочком флизелина также делаю небольшие отверстия и вставляю магнит вот так у меня получилось также вверху где будут на клапане люверсы куда я буду вдевать цепочку также я укрепила это место кусочком тоже флизелина вот так у меня получилось и теперь выворачиваю клапан на лицевую сторону и зашиваю вверху отверстия вот так у меня получилось и теперь еще прокладываю строчку по краю всего клапана также еще хочу сказать что я немного уменьшила клапан где-то по пол сантиметра с каждой из сторон так как посчитала что он будет великоват когда я его буду пришивать к основной детали самой сумки теперь я пришью клапан к задней детали сумки ставлю отметки и пришиваю клапан затем сверху лицом к лицу прикладываю вторую деталь сумки переднюю часть и прошиваю по краю на швейной машине и теперь я сформирую дно сумки складываю уголки ступаю от угла 2 сантиметра и загибаю вот так с одной и с другой стороны теперь прошиваю на швейной машине один и второй угол углы я обрезать не буду а просто загну их на дно сумки вот так у меня получилось теперь выворачиваю на лицевую сторону и вот такое у меня получилось дно у сумки я померила клапан на сумку мне он показался немного длинным поэтому я решила его перешить я пришью клапан чуть ниже на задней стенке сумки также сделаю две строчки одну строчку я сделаю внизу по самому краю клапана и вторую ближе к верхнему краю сумки между этими строчками у меня будет отверстие в которое можно будет втянуть пояс шить дополнительно пояс для этой сумочки и носить можно будет сумку также на поясе теперь также сшиваю подклад для сумки внутреннюю часть складываю ткань лицевой стороной вовнутрь и прошиваю по краю на швейной машине оставляю также небольшое отверстие чтобы потом вывернуть на лицевую сторону у меня уже готова и внутренняя и внешняя часть сумочки теперь мне нужно пришить подклад к сумке теперь вкладываю одну деталь сумки в другую лицом к лицу скалываю по верхнему срезу и стачиваю на швейной машине всегда приступаю на швейной машине Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так как я оставила небольшое отверстие не зашитым, это дно сумки на подкладе. Теперь через дно сумки на подкладе я выворачиваю на лицевую сторону и зашиваю оставшиеся отверстия. Субтитры сделал DimaTorzok И теперь еще проложу строчку сверху по кругу, по краю на швейной машине. Субтитры сделал DimaTorzok Я уже установила магнит, закрыла сумку и мне не нравится, что клапан немного отопыривается. Так как слишком высоко я поставила магнит, нужно было поставить его пониже и я все-таки переделаю полностью весь клапан. Вот так у меня получилось, я переделала полностью весь клапан, также ткань проклеила флизелином, установила два магнита внизу, к сожалению золотого магнита у нас в магазине не было, поэтому я купила серебряный. И дальше точно так же я пришила клапан и вот так вот у меня получилось. Поэтому если будете шить тоже сумку, возьмите себе на заметку, что лучше конечно установить два магнита, чтобы клапан хорошо прилегал к самой сумке. Так как он не такой плотный, не тяжелый, поэтому он у меня немного отопыривался. И вот такая сумочка у меня уже получилась. Теперь я установлю люверсы. Люверсы я буду устанавливать на клапане сумки, они будут сверху и через них я буду одевать цепочку. Сначала я ставлю отметки для люверсов и затем буду устанавливать сами люверсы. Люверсы я буду устанавливать. Я установила люверсы и теперь продеваю цепочку. И вот такая у меня получилась сумочка. Она мне необходима для того, чтобы носить в ней мобильный телефон. Также различные мелочи. Очень удобно положить телефон в сумку, не носить с собой большую сумку. Когда идешь на прогулку с ребенком, можно взять только телефон. Так как телефон сейчас большого размера, поэтому в карман он не влазит. И для удобства я решила сшить вот такую сумку. Я надеюсь, что вам понравилась моя сумка. Также я надеюсь, что это видео было вам интересным, также полезным. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Буду вам очень благодарна. И на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok